Ролик был переведен с канала Спутникс. Ссылки на оригинал его автора будут в описании. Я создал полноценный оцененный уровень, используя всего лишь 29 объектов. Да, весь геймплей, эти фоны и все триггеры, управляющие ими, занимают 29 объектов. Для этого мне пришлось провернуть парочку необычных и проклятых махинаций. Первым делом препятствия. Для полноценного уровня нужно как минимум 60 секунд геймплея, но это типа сотни объектов. Поэтому вместо создания минуты геймплея я применил одну маленькую хитрость. Единственными препятствиями, которые я добавлю в этот уровень, будут эти четыре блока. Задумывается позволить игроку пролететь через них. И как только блоки окажутся за пределами экрана, мы переместим их обратно к игроку, чтобы использовать их повторно. Однако это быстро надоедает. Поэтому, кроме того, каждый раз, когда они двигаются, мы немного перемещаем их с помощью двух ротейт-триггеров. Центр, вокруг которого вращаются препятствия, это большой объект из Glow, который также добавляет немного декора. Неплохо. Но чтобы это продолжалось долго, нам придется повторять эти ротейт- и мув-триггеры снова и снова. К счастью, и для этого есть хитрое решение. Это Spawn Trigger, который активирует другой триггер после некоторой задержки. Однако, мы можем просто заставить его активировать самого себя, что создаст цикл. Теперь все, что нам нужно сделать, это чтобы он также активировал эти триггеры. И вот мы получили бесконечный геймплей всего в 10 объектов. А чтобы довести геймплей до ума, мы пару раз поменяем режим игры, чтобы сделать его более разнообразным. Эти порталы можно скипнуть, но это не имеет значения, так как геймплей одинаковый от начала до конца. Для того, чтобы эти парты отличались друг от друга, нам нужно разнообразие и в декорациях. Поэтому мы будем использовать некоторые очень хитрые приемы. Начнем с цветов. Мы можем воспользоваться функцией Copy Color, чтобы все цвета были взяты с одного цветового канала. Поэтому нам понадобится лишь один триггер для изменения всей палитры. Мы будем менять цвет один раз для каждого парта, включая первый, где мы выходим из темноты. Музыка также подталкивает на создание некоторых эффектных пульсов, которые мы можем реализовать, если подключим пульс-триггер к созданному нами циклу, поскольку цикл уже синхронизирован с музыкой. Однако на деле это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вместо того, чтобы заставить пульс-триггер выбирать цвет пульса, это означало бы, что мы не сможем менять палитру на протяжении всего уровня. Триггер фактически подает черный пульс, но наоборот, поэтому воспринимаемый пульс происходит в промежутке между реальными пульсами. Мы также добавим еще один спавн-триггер, чтобы сместить пульс-триггер от остальной части цикла, чтобы получаемые пульсы синхронизировались с геймплеем. Оказалось, что это очень подходит к музыке, особенно вместе с другими декорациями, которые будут хорошо сочетаться друг с другом и которые вы увидите в полном прохождении уровня в конце этого видео. Так или иначе, теперь у нас возникла проблема, ведь переход между первыми двумя частями песни приводит к рассинхрону цикла. Поэтому нам нужно на время приостановить его. Для этого нам нужно использовать тоггл-триггер, передвинуть геймплей, чтобы учесть движение игрока во время паузы, включить триггер, а затем его запустить. Но мы можем использовать на один объект меньше, используя Instant Count Trigger, который в режиме активации группы по какой-то причине одновременно выключает и запускает группу. Интересно, почему? Теперь у нас осталось всего 9 объектов, и дальше трюки становятся еще безумнее, так что пристегнитесь. Вот фоны, которые находятся в готовом уровне. Обычно на них уходит 1000 объектов, но вот на эти ушло не 100, не 10, а 3. Всего 3 объекта на их обоих. Но как? Это текстовый объект. По умолчанию в него вмещается 20 символов в одной строке. Обойти ограничение на количество символов не составит труда с помощью читов. Однако у вас все равно не может быть несколько строк текста. Но вот если вы перейдете к файлу сохранения, ксор дешифруете его с ключом 11, а декодируете его в Base64, разархивируете его, перейдете на строку с уровнем, над которым вы работаете, найдете зашифрованную строку уровня, а декодируете ее в Base64, разархивируете ее, а затем найдете текстовый объект, отыщите параметр 31, а затем а декодируете это в Base64, то мы увидим, что это текст, который мы только что ввели. И как оказалось, если вы просто замените этот текст на нечто с несколькими строками, закодируете его и поместите обратно, а затем проделаете все эти шаги в обратном порядке, игра просто примет это и отобразит несколько строк. Теперь, когда мы можем сделать несколько строк текста в одном объекте, мы можем даже нарисовать изображение с этим текстом. Однако вы не захотите делать это вручную, поэтому вместо этого я написал скрипт, который преобразует любое изображение в текстовый объект и вставит его в уровень за меня. Чтобы сделать исходное изображение для фонов в уровне, я нарисовал первый фон вручную, а второй сделал в блендере. Для этого я отрендерил сцену с двумя разными настройками освещения, конвертировал оба в текстовые объекты и придал им два разных цвета, чтобы фон в итоге выглядел хорошо. Чтобы использовать их в качестве фона в уровне, нам нужен Move Trigger, который заставит их оставаться на экране. Мы будем использовать фон с закорючками в средней части. А вопервейв фон в последней. Пока что оставив первую часть пустой. Для этого мы выстроим бэкграунды вот так. И будем перемещать их оба при каждом переходе на следующую часть. Однако вместо того, чтобы перемещать их дважды, мы можем использовать довольно непопулярный трюк, чтобы сделать это с помощью одного объекта. Если установить Easing Move Trigger в режим Easing Out, а затем установить Easing Rate на очень низкое число, это заставит объекты двигаться очень быстро, затем замедляться на долгое время, а затем снова ускоряться. В этом случае фон будет быстро перемещаться, пока скрыт за черным пульсом, оставаться на экране в течение всей части с приятным медленным эффектом параллакса, а затем быстро сменится вторым фоном в конце. И все это с помощью одного Move Trigger. Мы приближаемся к концу, но фон все еще довольно пустой, особенно в первой части. Поэтому давайте добавим еще одну деталь. Это объект с классной анимацией пульсации, который мы можем увеличить с помощью Scale Hack'а и использовать в качестве фона. Мы также можем установить его скорость в соответствии со скоростью музыки. И в целом получается довольно приятная анимация. Я добавлю еще вот эту анимацию, которая похожа на прошлую. Я дам ей контрастный цвет и более медленную скорость анимации, просто для разнообразия. Для этой части я подвину их вверх, чтобы они соответствовали положению солнца. Просто потому, что я имею в виду, но нельзя же все оставить в таком виде. Осталось решить последнюю проблему. И последний объект для ее решения. Сейчас уровень фактически заканчивается на последнем портале, потому что это самый дальний объект в уровне. Поэтому последний объект, который мы добавим, также должен будет обозначить конец уровня. Поэтому я использовал генератор изображений, который я сделал для фонов, чтобы сделать свой логотип и добавил его в конец уровня, чтобы уровень был расширен и включал последнюю часть. Вот и все. Это все объекты итогового уровня, которые я сейчас покажу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Перевел Гото, редактировал Видон, озвучил Гото. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки с колокольчиком. Не забывайте про мой канал Boosty, где вы можете поддержать выход роликов. Пишите в комментариях названия тех роликов, которые вы хотите увидеть переведенными. Ссылки на оригинал его автора в описании. До скорого!